так эксперимент делаем рассаду которая будет обрабатываться катушкой мишина тремя разными способами плюс контрольной а сейчас мы садим вы видите судочки вот такие судочки все одинаковые земля перемешанная одинаковая судочки разделена половина это означает здесь в одной половине по шесть штучек будут помидоры другой половине это будет огурцы сорт будет один и тот же допустим помидоры это был вот вот этот соус томат золотое сердце огурцы огурцы соответственно тоже покажем все значит и того это я показываю как делались луночки до продавливались ну примерно на сантиметр вот по мастером и получается значит один будет контрольный который не будет ничем не обрабатываться все будет подливать поливаться одной водой дальше один будет обрабатываться стоять по часу в день на катушке на катушке мишина на плоской другой будет стоять не на катушке она просто проводе ну как провод допустим будет проложенный зигзаг зигзагом к примеру небольшой участок и на нем будет стоять и третий судочек будет стоять тоже на проводе но будет стоять день целый в течение дня все дальше посмотрим схожесть и все все остальные разницу пока все так а значит огурцы огурцы вот вот такие будут это у нас сын полка какой он у нас ранний не ранний 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 высоко урожайный пишут в общем ясно все вот эти соответственно сюда мы посадили помидоры сюда пойдут огурец всем ждем так всем привет результаты эксперимента по воздействию электростатики на рассаду четвертый день значит так это у нас контрольный образец этот образец который по часу в день на проводе и это который по часу в день на катушке это который на проводе но 12 часов ну то не 12 часов на самом деле но в течение дня стоит на проводе значит мы видим огурцы уже по вылазили умнички какие но правда скажу что минус какой минус том что я все посадил слишком глубокие ямки то есть фломастером продавил где-то на полтора сантиметра надо было так глубоко не садить думаю раньше вылезла почему-то говорю потому что сейчас покажу секунду вот почему вот допустим вот у меня тут такая стоечка да под рассаду и допустим вот эти огурцы они вылезли по моему вообще на второй день ну или ну 3 2 не помню точно суть потому что очень быстро и они садились практически там на пол сантиметра грубо говоря поэтому я там наверно поспешил а значит покажу где стоят эти и мне эти стоят судочки то что я говорю по часу в день да или там 12 часов вот у меня они стоят на третьей полочке но что проще показать вот одну я рассаду помидорчики сейчас вытащу и покажу значит суть вот вот здесь вот такие как коврик фольгированный да на котором проложен провод на электростатика вот вот и сейчас он подключен если знаю сейчас видно или нет светодиоды светится свет просто яркий не дает возможно сейчас выключу свет вот значит я подношу да и насветится вот и вот сюда и вот сюда мы ставим судочки принципе пока все пятый день эксперимента с рассадой воздействия электростатикой это образец огурцы уже вот как полазили да так сантиметр полтора даже больше два два с половиной сегодня пятый день вот это судочек который воздействуется то есть стоит на проводе на проводе в течение дня это у нас на проводе по часу это у нас который на катушке по часу это контрольный который не воздействуется никак такие результаты пока все всем привет значит десятый день сегодня эксперимент воздействия электростатики на рассаду вот этот образец который раньше взошел и давно уже сбоку чуть показываю размеры до какой по сравнению с вот этими остальными это который в течение дня стоит на электростатическом грубо говоря на проводе до зигзагом сложенным дальше это у нас на проводе но по часу это на катушке по часу и это контрольный значит тут зашло намного больше по сравнению с контрольным вот взошли они раньше но тут вот один у контрольного один огурец такой бодренький оказался в принципе результаты видны еще раз ну и соответственно огурчики помидорчики взошли существенно раньше всех остальных гораздо бодрее здоровее в общем результат налицо так сейчас сделаем фото а корни для этих глянем корни если снизу да уже кое-какие плохо видно так вам не видно но уже вот один даже сбоку такой мощненький вот 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 не знаю видно не видно вот есть есть корни у нас здесь помидорчиков не видно огурчиков уже дошли так сравниваем с контрольный образец корней не видно и близко и допустим который воздействует товарищ он только вылез до буквально корешочек у него такой уже до самого низа мощненький судьбу остальных думаю соответственно просто не у не у края судочка так и что у нас здесь и который воздействует со проводом тут не видно корней хотя вот снизу снизу видно дошли просто они не у стеночки что называется ну в принципе принципе результат налицо всем спасибо так народ привет ну думаю завершающее видео на тему эксперимента рассада и влияние катушки мишина то есть электростатики значит смотрим на образцы я вначале поставил это тот образец который стоял на коврике ну то есть на проводе грубо говоря от катушки мишина в течение дня каждый день с утра до вечера это контрольный образец который ничем не обрабатывался просто стоял на подоконнике вместе с вот этими образцами на подоконнике дневной светом все эти дела солнышко почти каждый день вот этот на проводе также как этот образец но по часу в день этот на катушки по часу в день мы видим что ну в принципе от листи крупнее до взошли не раньше были выше серьезно контрольный образец ну как бы устремился выглядит вроде выше допустим те же самые огурцы но помидоры пониже вот допустим помидорочки если посмотреть до контрольного они существенно по несущественно но поменьше чем тех же которые обрабатывались хотя бы по часу в день да вот но огурцы погнались наверно за светом вот но сравнивая все-таки с образцом который обрабатывался да сейчас уберу отодвинуть в сторонку все если вот смотреть допустим да вот так вот помидоры контрольный и обрабатываемые электростатикой что огурцы тут он какие уже листья да вот ну и учитывая что света здесь кстати эти получали меньше обычный дневной свет в отличие того что эти течение дня стояли на подоконнике почти почти видимо первых весь день дневной свет получали и полдня вообще солнышко вот прямое причем вот такие интересные результаты так что так что работает тема класс еще раз всем привет ну и на завершение темы хотел бы добавить значит этот эксперимент с рассадой проводился на вот таком генераторе моей разработки звал его живо статика вот он имеет три режима мощности он сейчас кстати включен вот значит вот тут слева кнопочка на три положения положение 0 это минимальное положение по мощности единичка средняя мощность едва максимальная получился он по мощности очень мощным существенно мощнее чем другие образцы в том числе промышленные типа тольяттинский перепроверил это да дальше что еще скажу но допустим вилка авраменко которая показывает непосредственно электростатику статическое поле вот диоды светятся очень на приличном расстоянии вот что еще встроенный индикатор под крышкой вот я даже руку подношу светится да или допустим катушечку вот я вот он вот так вот подносим катушечку и мы проверяем наличие поле это на случай то чтобы не надо было волноваться чтобы если потерять или такой индикатор или такой в принципе без разницы в комплекте идет катушка тор катушка плоская плоская сделана гибкой внутри провод намотан и сделан просиликонен таким образом что то есть можно не бояться и гнуть она очень удобная удобная в плане отложить под себя ложится на нее ложить там под почки там разные места или просто лежать на ней вообще почти не чувствуешь очень удобно работать все семьи пользуемся давно вот результаты ну результаты отличные до всякие гриппы там и простудные и в общем любые боли снимаются очень быстро что еще такого в принципе в принципе перечислять не не вижу смысла какие проблемы от каких проблем избавляет электростатика в интернете этого полно ну почти все можно сказать как бы это удивительно не звучало но это так вот так что если что люди добрые добро пожаловать обращайтесь делается с душой и очень надежно он работает он способен работать не выключаясь вообще постоянно можно использовать для различных целей в промежутках пока вы не пользуетесь можно можно ставить воду водичку ощелачивает ну и многое всего в общем в общем вот так вот все всем добра и счастья всего добра а они Продолжение следует...